Всем привет! Это Александр Рогов, это мой YouTube-канал Рогов Live. И сегодня случится то, о чем вы так давно просили. Мы будем песочить звездные луки с красных ковровых дорожек. На Рогов Live обсуждение Мэтт Гала. А пока подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. И если видео вам не зайдет, свой лайк дорогущий в конце видео отожмете. Но я уверен, этого не произойдет. Теперь все масштабно, эффектно, дорого. Не то, что раньше. Самый любимый обозреватель звездных ковровых дорожек. По мешке белом! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Готовы? Прежде чем мы начнем обсуждать звездные выходы, прежде чем мы расскажем все, что мы думаем, я вам предлагаю небольшую, но супер увлекательную историческую справку. Итак, начнем выпуск с нашего ликбеза. Мэтт Галла... Что это такое? Если коротко, Мэтт Галла – эквивалент премии «Оскар» в мире моды. Это вечер, когда дизайнеры, модели и звезды собираются в самых ярких образах года, чтобы отпраздновать и собрать средства на новую выставку Института костюма «Метрополитен музея». Как правило, все одеваются в соответствии с темой выставки. В разные годы это могли быть темы кемпа, темы высокой моды, религии, панка и даже, не поверите, интерьера. Первый балл Института костюма появился синхронно с самим музеем моды. Запомните, это который открылся при «Метрополитен музее» в 1948 году. Спасибо за это нужно сказать и Леонор Ламберт, который любит называть крестной матерью американской моды. Но его современная история начинается с 1974 года. Именно тогда он превратился из собрания домохозяек в роскошный бал и наиболее ожидаемое событие индустрии. Его организация стала обязанностью редактора американского ВОК Дианы Вриланд, которая добавила к изначальной цене входных билетов раз, два, три нолика, пригласила участвовать в знаменитости и ввела особые правила посещения. Сейчас мероприятие проводится в первый понедельник мая. Но, как вы понимаете, 2021-й стал исключением из-за ковида. Но так, кстати, было не всегда. Скажем, первый балл устроили в декабре. И какое-то время дата праздника блуждала по календарю от случая к случаю. Ну, вот когда захотели, тогда и делали. Сейчас, кстати, предлагаю прерваться на небольшую рекламу. И после нее мы с вами обсудим интересные факты о Мэтгалла. Кто запретил есть брускеты и почему на красной дорожке нельзя делать селфи. Не переключайтесь. Вернее, не перематывайте. Летом 1940 года меня, 19-летнюю дурочку, отправили жить к тете Пэк в Нью-Йорк. У тети был свой театр. Чуть раньше меня вытурили из колледжа Вассер, потому что я прогуливала занятия. И в итоге провалила все до единого экзамены в конце первого курса. На самом деле, несмотря на плохие оценки, я не была совсем уж законченной тупицей. Но, видимо, если ничего не учить, то даже ум не поможет. Сейчас я уже не помню. Кстати, в последнее время так редко выдаются выходные. И просто время, когда можно побыть одному и заняться обычными, банальными домашними делами. Но я всегда стараюсь совмещать приятное с полезным. Поэтому фоном у меня всегда Storytel. Это стриминговый сервис с огромным выбором. Лекций, подкастов, аудиосериалов, книг. Здесь вы найдете не только классическую литературу и бестселлеры, но и эксклюзивный контент от Storytel Original. Авторские подборки и большую библиотеку на английском языке. Также Storytel. Есть интересные фичи. Например, регулирование скорости воспроизведения, чтобы что-то слушать помедленнее, а что-то, наоборот, быстрее. Или, например, оффлайн-режим, чтобы слушать в самолете. Чтение и самообразование всегда будут в моде, поверьте мне. А когда появляется такой удобный сервис, почему бы не завести привычку проводить время с пользой, не отвлекаясь при этом от своих дел? Сейчас я уже не помню. А, подождите, чуть не забыл. Под видео будет ссылка, по которой каждый из вас сможет получить 30 дней бесплатной подписки на Storytel. Очень вам рекомендую. Вы тогда продолжайте смотреть выпуск, а я доубираюсь. Кот, будешь мне помогать? Угу, понятно. А сейчас интересные факты о Мэтт Галла. Подготовка к Мэтт Галла начинается за несколько месяцев до балла. Дизайнеры знаменитости чаще всего рассматривают несколько предложений, с кем пойти на балл, ну и, естественно, в чем пойти. Мэтт Галла – мероприятие платное и не дешевое. Внимание, сейчас в обморок упадете. Цена за билет стартует от 30 тысяч долларов. А за стол вы заплатите, если вас пригласят, 275 тысяч долларов. Стоит отметить, что у балла всегда есть спонсоры, поэтому все деньги от продажи билетов идут в институт костюма. Ну и на благотворительность. Конечно, не все гости платят за билеты. Бренды часто приглашают знаменитости к себе за стол. А Анна Винтур, вот здесь вы видите ее фото, та самая Анна Винтур, главный редактор Vogue USA, ответственная за балл, молодых перспективных дизайнеров, чтобы таким образом их поддержать. Продолжаем. Анна Винтур предъявляет огромное количество требований к организаторам. Например, в этот список входит запрет на подачу петрушки, лука и чеснока на вечеринке. Закуски, такие как брускеты, также были исключены из-за меню. А все из-за опасений, что они приземлятся на чье-то кутюрное платье. Однако инсайдеры говорят, что на банкете, в принципе, вообще никто не ест. В 2015 году Анна Винтур запретила пользоваться социальными медиа любого рода во время мероприятия. Некоторые полагают, что такая политика призвана обеспечить официальным фотографам хорошую цену за снимки, которые они делают во время балла. Но они же их продают потом, вы сами понимаете, а мы потом эти снимки обсуждаем. Также Винтур знаменитая противница селфи и не приветствует этот вид фотографий на красной дорожке балла. Важный вопрос, что происходит после красной дорожки? Ну, скажите, вас это интересовало. Мэтт Галла приобрел статус едва ли не таинства после того, как в 2015 году организаторы наложили запрет на съемку внутри музея. Однако за закрытыми дверями вообще не происходит ничего сверхъестественного. Расслабьтесь. Приветственный коктейль, осмотр выставки, ну и долгожданный ужин с мощным таким лайнапом и последующая автопати, для которой многие звезды переодеваются в более комфортную одежду. Сейчас мы с вами обсудим культовые образы звезд разных лет. Начнем мы с Джеки Кеннеди в Валентино. 1979 год. Роман, бывший первой леди США с европейским модным домом, стартовал еще в 1964-м. Жаклин после смерти первого мужа, перебравшаяся из Вашингтона в Нью-Йорк, заказала у Валентино сразу шесть нарядов. И не стоит удивляться, что для открытия выставки «Мода эпохи Гавсбургов» Жаклин выбрала творение своего друга-итальянца. Следующая принцесса Диана в Кристиан Диор. 1996 год. Для Дианы Спенсер Гальяно сшил довольно скромный наряд в бельевом стиле, который, разумеется, выделялся на фоне остальных. В дополнение к нему Диана подобрала легендарное колье из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь нитей жемчуга и сапфира, а также именную сумочку «Лэйди Диор». Продолжаем. Николь Кидман в «Гуччи», 2003 год. Тема того года «Вогиня», классика. Николь тогда просто сказала Тому Форду, «Ну, ты там придумай что-нибудь, ну, что подойдет, то и надену». Николь даже не пришлось ходить на примерки. «Гуччи» неоднократно наряжали актрису, а в парижской студии «Форда» даже был манекен с ее параметрами. Эмбер Валетта в «Джон Гальяно», 2004 год. Тогда темой балла стал 18 век, и Гальяно изготовил для Эмбер Валетты многослойную юбку на фижмах, от которой веяло любимой Джоном театральностью. К ней шел корсет и высокий напудренный парик, сделавший из модели представительницу эпохи просвещения. Кстати, именно этот наряд и раскачал лодку Мэтт Галлы и направил ее в сторону диковинных маскарадных нарядов, которые были неуместны на «Оскаре». Продолжаем. «Куда мы без Сары Джессики Паркер?» Сара Джессика Паркер в «Александр Маккуин», 2006 год. Темой Мэтт Галлы тогда была англомания, и тандем Паркер-Маккуин выдержал дресс-код идеально. Образ актрисы был чем-то новым и свежим по тем временам. Просто асимметрия в нулевых только-только-только-только входила в моду, отчего и казалось чем-то совершенно необыкновенным. Продолжаем. «Кейт Мосс» в «Марк Джейкобс», 2009 год. Тема звучала как «Модель, как муза, воплощая моду». И металлизированная мини-стюрбаном на «Кейт» стала одним из самых запоминающихся и эффектных образов в истории балла. Майли Сайрус в «Марк Джейкобс», 2013 год. Майли с иракезом. И в платье Марка Джейкобса напоминала девушку из 90-х, преданную фанатку Курта Кобейна. Этот образ сразу стал для нее пропуском на странице мировой прессы, которая обсуждала сетку больше любого другого наряда. Просто сетка, а сколько обсуждений. Саланж Ноулс в «Джайлз», 2015 год. В тот год выставку посвятили Китаю, и большая часть приглашенных ожидаемо нарядилась в красное, конечно же. У Саланжа было свое видение темы. Сумасшедшее платье Джайлз, спереди напоминающее плессированную окружность, на самом деле было фантазией на тему веера. Мадонна в «Живанши», 2016. В том году звезды должны были отобразить влияние современных технологий на фэшн-индустрию. Металлик, блестки, кольчуга, серо-алюминиевые оттенки подобного роскошства было в достатке. Но полуобнаженный образ Мадонны с оголенными ягодицами стал однозначно самым провокационным. Кстати, не уверен, что он теме соответствовал. Риана в «Ком де Гарсон», 2017 год. В этом году сложное платье «Ком де Гарсон» из тканевых лепестков Риана соединила с причудливыми босоножками дискварет. Чтобы их надеть, потребовалось, представляете, около часа. А платье было настолько неудобным, что в нем было нельзя ни есть, ни сидеть. Но зато тему балла, посвященную Рейкова Куба и «Ком де Гарсон», певица раскрыла отлично. Ну и не объелась. Зиндая в «Версачи», 2018 год. Связь между двумя абсолютно противоположными понятиями модой и католической культуры звезды пытались отыскать в этом году. В том году «Красная дорожка», ведущая в Музее Метрополитен, была полна мадоннами, ангелами, монахинями. Но Зиндая, нарядившаяся Жанной Даркой и ее кутюрные латы от «Версачи», запомнились тогда больше остальных. Не менее запоминающимися стали Джаред Лето, который вышел на дорожку с копией своей головы, Кетти Перри в образе люстры, сестры Кайли и Кендалл Дженнер в перьях и, конечно же, Ким Кардашьян в голом платье Мюглер. И все это Мэтт Галла. Я думаю, достаточно на сегодня. Давайте уже лучики пообсуждаем. Пришло время. Обсудим прямо сейчас лучшие образы с Мэтт Галла этого года. И в гостях у меня мой постоянный соведущий Гоша Карцев. Гоша Карцев. Гоша Карцева. Гоша, давно мы тебя ждали на Рогов Лайв. Спасибо, что пришел. Вообще, наконец-таки, для меня это такая честь. Были все, кроме меня. Ну, ты был до всех. Александр Иванов, Георгий Картер. Это тоже правда. И меня тоже на твоем ютубе давно не было. Зато больше всего просмотров именно с тобой. А где Иванов? Подожди сейчас. Мы дома сидеть там будем. Сейчас, подожди, ему позвоним. Алло. О, Ив, а ты приедешь на съемку? В смысле? Короче, Иванова не будет. Он сказал, что ему дешевой славы не нужно. Она нужна нам. Гоша, на самом деле формат ты знаешь. Мы сейчас с тобой будем обсуждать звездные выходы на ковровую дорожку в рамках Мэтт Галла. Можно я всем скажу, пожалуйста, подписывайтесь на Гошу в ютубе, в тиктоке, в инстаграм, конечно же, много всего интересненького, провокационного и неоднозначного. Продолжаем. Да, в телеграмме еще. О, кстати, у Гоши очень крутой канал, называется Насмотренность. Наше любимое слово, постоянно его используем. Подписывайтесь для насмотренности. Кто знаешь Мэтт Галла этого года? Тема очень сложная. И для того, чтобы ее понять, во-первых, нужно понимать, в принципе, культуру Америки. Америка это суперновая страна, молодая. Не так давно люди с Европы приехали, там отвоевали земли. И поэтому там как бы культуры-то по факту, независимо от масштабов, не так много. Поэтому это нужно учитывать при просмотре, потому что все недовольны. Все хейтят этот сезон и говорят, что это очень сложно. Второй момент, нужно понимать саму историю моды как таковой, потому что все, что было довоенное, это все, что все Голливуд, так говорят, это все дизайнеры были европейские, в основном из Франции туда приезжали. И плюс еще что, мода как по факту в Америке появилась в 80-х и 70-х. То есть самое главное, кого мы знаем. Что нужно, какие ассоциации у тебя с американской модой? Какие бренды? Халстон. Окей, на Netflix все посмотрели. Все посмотрели, если не посмотрели, обязательно посмотрите. Самые знаковые американские бренды. Это, что я тебе могу сказать? Старая гвардия. Дона Карен, Ральф Лорен, Томми Хильфигер, Вера Вонг. Из молодняка это плюс-минус, кто? Марк Джейкобс, Том Форд, Рик Оуэнс. И с которым там чуть плюс-минус 10 лет, выпускники все Парсонс. Это Александр Вонг, Брендзе Скуллер, Рад Арте. Ну то есть и плюс еще масс-маркет. Это типа Найки, это все джинсовые бренды, типа Levi's, Lee, Convera, по-моему, оттуда же, Gap, Abercrombie & Fitch. То есть по факту, мода в Америке, там на самом деле же люди вообще в целом к моде относятся довольно так себе. Да, абсолютно. То есть для них это бизнес. Абсолютно. И все одеваются как бомжи. Это правда. Как мы сегодня с тобой. Поэтому непонятно, что в принципе ждать от... Как называется по-русски? Америка. Хочешь, я прям прочитаю? Итак, в этом году Мэтт Галла прошел в закрытом формате 13 сентября. Его тема звучала так. В Америке, двоеточие, модный лексикон. Но в приглашении гостей дресс-код был указан чуть более понятно. Американская независимость. То есть можно сказать, что Мэтт Галла 21 года посвящен празднованию всего, что связано с американской модой. Что мы ждем? Вот что бы ты ждал на это? Я ждал больше всего американский флаг, потому что они супер патриотичная нация. Чуть-чуть. Ну то есть, да. Статуя свободы была. Как минимум, да. И на самом деле мы сейчас с тобой луки начнем обсуждать. Это уже сейчас случится. Многие делали такие тонкие отсылки. Ким Кардашьян объяснила свой лук. Это тоже обсудим. И Тимоти Шаламе был в конверсах как раз-таки отсылка. То есть было достаточно тонко. И действительно, чтобы понять многие луки, нужно знать, какой смысл был вложен в образ дизайнером и звездой. Может быть, приступим уже? Давай. Давай. Луков много. Пользоваться будем телефонами. Давай вот с Тимоти Шаламе начнем. Тимоти Шаламе в конверсах, в укороченном пиджачке, в трениках. И мне кажется, здесь как раз-таки стилисты пытались угодить факту мероприятия, его уровню, верхней частью его туалета. Вот этим пиджачком. И мы видим там броши наверняка кортье за миллионы, миллионы, миллионы. А нижняя часть туалета. А нижняя часть туалета пыталась угодить поводу. Здесь мы видим брюки, которые выглядят как треники. А треники, sweetpants, вот это все. Это все про американскую моду, американскую эстетику и бомжатину всевозможную. И конверсы, пожалуйста. Вот Тимоти Шаламе, мне кажется, вполне себе дресс-коду соответствует. И нарядно, и в американских отсылочках. Какой там дресс-код? Американское что? Гоша, у тебя с памятью проблемы? Ну да. Американская независимость. Где здесь независимость? Как он не зависит от стереотипов? Дресс-кода. Что меня смутило прежде всего? Это оттенки белого. Потому что ты видишь, есть офф-вайт и такой слоновая кость. Но у него здесь есть растяжка цвета, смотри. Белая водолазочка, белый низ мы видим под пиджачком и белые носки. А все остальное айвори. И цвета в принципе как бы замешаны, это неплохо. Но это так на фотографии. Еще одна большая проблема с Мэттом. Очень многие оценивают по фоткам. На самом деле на видео они гораздо все эффектнее. И на видео не было такого сильного контраста. Нормально. Если бы не Тимоти, можно было вообще даже никогда в жизни не открывать. Нормально. Давай скипанем эти две фоточки. Эмма Чемберлейн, ютуб-звезда. И Бруклина Бэкхама с Николь Пельц. Ну я не видел даже. Ну ладно, хочешь скипанем, так скипанем. Ну просто костюм, платье, перчатки высокие. Тут просто платье и непонятно кто это. Давай перейдем к Эвану Моку. Это звезда сериала «Сплетница». Что думаешь про этот лук? Я люблю ВДСМ. Я люблю панк. В целом я люблю, что у скейтера побиты ноги. И он не старался их никак замазать. Я люблю ногти накрашенные. Я люблю кольца. Все. Гоша, как хорошо, что благодаря этому формату мы все тебя лучше узнаем. Спасибо большое. Пишите мне в Тиндере. Я хочу поднять тему мужских украшений. И мне нравится, что мужчины на дорожку начали носить украшения. Мы видим кольца, бриллианты, бриллиантовые ожерелья, какие-то диадемы, броши. Это круто. И вот мы с Гошей с радостью тоже тренд поддерживаем. Украшения носить это всегда очень тонко, пикантно. Продолжим. Да, ну как бы не знаю, пишите в комментариях. Элла Эмхофф. Кто это? Это Элла Эмхофф. Самый прикол, что это Яна, сколько помню, это Стелла Маккартни для The Dust. Это Стелла Маккартни. Какое это отношение имеет к Америке. И я не совсем понимаю волосы. Вот такие, как у тебя сейчас, но не знаю. Мои волосы ты тоже не понимаешь, да? Мне нравятся они. Это Юга Волкова из Тату. Я завидую. Я всегда хотел такую прическу себе. Это вот так было? Да, да, да. Мне безумно это нравилось. Шапкишно так? Да, это круто. Ну хорошо, я рад. Запомнится это или нет? Нет, круто это или нет? Нет. Ну, красный лук на ковровой дорожке. Единственное, что очень многие оправдывают красный, потому что это один из цветов американского флага. Но я тоже не думаю, что так нужно привязывать луки к Америке. Мне кажется, эта тема могла быть гораздо интереснее. Во-первых, какие у нас ассоциации в принципе с Америкой? Ну, то есть у меня сразу же это Техас, это ковбои. Ну, вот тебе сейчас там будет лучок у Дженнифер Лупас в этом стиле. Это трэш полный, мы еще его обсуждали. Деним, конечно же, стритвер, 80-ый, диско. Ну, то есть на самом деле, независимо от того, что мода американская не такая влиятельна, этот балл, видимо, для понятия самооценки. Конечно. Да, все равно есть какие-то очень сильные коды, которые можно было транслировать. Да даже поп-культура, которая супер там мощная. Че это такое? Элла Эмхофф. Да. Листаем дальше. Эдрин, давай пролистаем. Эдрин Броуди с Джорджиной Чапман, кстати, переметнулась она к нему от Вайнштейна, который в той тюрьме сидит, верно, с Эдрином Броуди. Предлагаю тоже не обсуждать. Как жесть. Но это вообще не Мэтгала. Жара в Сочи. Ну, жара в Сочи. Листаем дальше. Барби Феррейра из сериала «Эйфория». Как тебе ее образ? Вот мне интересно твое мнение. Ну, хорошо, скажу первое. Мне, честно, нравится. Вот, обратите внимание, девчонки, которые плюс-сайз очень часто комплексуют по этому поводу. Барби, на самом деле, одна из тех. И в сериале «Эйфория» безумно классно. Посмотрите, до какой степени она круто любит свое тело, показывает и даже им зарабатывает. Ну, или делает вид, что любит. Может быть, может быть. Мне, Гош, кажется, что сейчас очень большое влияние на моду в Америке имеет драг-культура. Конечно. Это платье как будто бы драг-артистки, когда идет имитация фигуры, здесь корсет, имитация бедер. Правда, сидит феноменально. И мне нравится, что это выглядит как костюмированная вечеринка, потому что для меня Мэтт Галла – это все-таки костюмированное мероприятие, куда можно нарядиться как угодно. Там и лошади были, и кого там только не было. И мне нравится, что здесь театральный мейк, убраны брови, тоже немножко драг-макияж, но все-таки достаточно женственный. Я, опять-таки, не считаю, что это супер-вау-образ, который нам всем запомнится, но это, правда, симпатично. Это локоны здесь вообще зачем, что почему? Ну, хорошо. В общем, здесь такое пятерочка-троечка. Вроде бы, да, и классно, и не дожали. Говоря о Барби Феррера, Барби – это же супер-американская эстетика. Хоть одна Барби была. Где почему не было ее? Не было ни одной Барби, но там будет несколько платьев, которые как будто бы могли быть на Барби, но сам образ не доиграл. Да, мне кажется, это такая прикольная тоже была тема. Ну, давай любименькую Билли Айлиш. Билли Айлиш сказал, что выйдет в платье от Оскара де Ла Ренте, это американский дизайнер, только при условии, если модный дом откажется от меха. И, видимо, переговоры были, на самом деле, летом, потому что летом бренд объявил о том, что отказывается от меха. И теперь мы знаем, что этого добилось Билли Айлиш. А ты вообще ту камеру видишь? Я вообще не вижу там ничего, что там происходит. Она там, если что. Она там. Привет, камера! Да, кстати, пишите в комментариях под этим видео, как вам этот формат, как вам наше оформление, видите ли вы, что мы стараемся, как вам наши луки бомжатские, как сказал Гоша. Давай тогда обсудим все-таки сам выход Билли Айлиш в этом платье и знаешь ли ты, что был за референс? Да. Рассказывай. Референс был Марлин Монро. Марлин именно. Марлин. Марлин Мэнсон был референс. Я честно могу вам сказать, что в принципе это такой тупой референс. Там очень много на самом деле на балу людей притягивали идею за уши. Ну это просто. Но самый главный прикол, знаешь, независимо от красоты самого платья, я считаю, что оно абсолютно не пробили. Мне кажется, это совершенно не современно. Это очень по-бабски, это слишком принцесса. И мне кажется, что если меня не накрасит, я буду один в один. Я когда ее увидел, я такой, да ну. Я в полную уверенность, что это может быть мой костюм на Хэллоуин. Посмотри внимательно. У моей мамы была точно такая же прическа. А она всегда красилась примерно точно так же. Жирная голова. Мама. Ну то есть, прикинь, это реально такой, ну, это я. Может в этом прикол? Да в какой прикол? Бабка старая, ей 19 лет. Вот когда ты вспоминаешь об этом, Гоша, действительно, хочется взяться за голову и подумать, ребят, ну, это девочка, которой 19 лет, она в платье, которое у нас-то попало бы в лист того, что никогда не нужно надевать на выпускной или на школьный бал. А все идут вот в таком платье-торте. Это свадебное красивое платье. Продолжаем. Lil Nas X. Сейчас подряд три фотографии пойдут, потому что мы сейчас будем обсуждать Lil Nas X, и его наряд трансформировался. Он появился сначала в такой мантии, потом его ассистенты раздели, и ему наверняка было очень приятно. Он оказался в этом металлическом рыцарском обмундировании, а потом с него обмундирование сняли, и он оказался в комбинезоне Versace. Lil Nas X вообще дружит с Versace сейчас, я насколько понимаю. Он до этого дружил. Его знаковое появление в «Ковбое в розовом», когда был период другого его прошлого хита со старого альбома. Тоже был нестатчик. Ну вот что ты думаешь про такое появление, и что за отсылка к американской моде здесь? К американской моде здесь нет никакой отсылки. Что мне нравится? Эффектное ли появление? Да. Ну то есть, внимание, все на себя взято. Золото ему идет? Безусловно. Как на нем сидит золотой последний костюм? Феноменально. Его тело выглядит потрясающе. Он молодец, он над этим работает. Внимание получено. Каждая штучка, чтобы вы понимали. Вы смотрите, ну вроде бы халат. Это все пришито вручную. То есть это по деми-кутюр. И, соответственно, если вы видите вот эти вот все розы какие-то и прочее, это все вот так вот, все, там много часов люди тратили на эти наряды. А к чему здесь Америка? Ни к чему. Здесь есть ли у нас. Это могла быть Леди Гага, Кэти Перри, кто угодно. Я предлагаю даже сейчас вот здесь картинку повесить с разными лицами просто, которые будут свалкиваться. Лена, Лея Агрова, Киркоров. Наш любимый... Кто? Александр Рогов мог бы в этом выйти. В легкую. Например. Абсолютно. Тебе очень пойдет такой цвет. Есть луки, на которые ты смотришь и понимаешь сразу, это плохо, это вообще не в тему, это не алло. А есть луки, которые вызывают обсуждение. Мы сейчас с тобой этим занимаемся, значит, цели добились. Александр, вы подняли очень хорошую тему, потому что у нас умная какая-то передача, она выходит. Надо хоть поматериться нахуй, блядь, разок. Короче, в этом-то и прикол. Институт костюма мощнейшая вообще вещь, которую поддерживает ВОК. Это очень крутая инициатива. И вроде бы мы про стиль, но с другой стороны про внимание. И вот этот вот баланс, чтобы удовлетворили и модников, и получили огласку общества, очень мало людей может выдержать. И поэтому зачастую звезды туда приходят, чтобы просто их больше размещали фотографы во всяких странных изданиях. Ну, как обычно, ради хайпа и ради привлечения внимания. И вот это вот, кто смог и то, и другое, тот красавчик. Lil Nas X, ну, не знаю. Согласен. Там у нас Сирена Уильямс следующая, но ее хочется скипануть. Ну, Сирена Уильямс Гуччи начнем с твоим любимым. Ну, это трэш. Это трэш полный. Это просто позорище. Там все в письку впилось. Сейчас порвется, если сядет. И она зачем-то с сумкой на дорожке. Я понимаю, что она металлизированная, как бы, со ножком подходит. Этот кейп в перьях красивый, но почему он здесь? А, блин, мне не нравится виртуирование. Тут, видимо, вот звезды, видишь? Это все, что нас относит к американскому флагу. Окей, ну, она такая культовая дама вообще. Что к чему? Не знаю, нет, это ужасно. Граймс. Ну, как бы Гуччи-Гуччи, но это прям очень плохо. Давай обсудим Граймс и, наверное, начнем мы с супер-классной новости для одной русской девочки. Начни. Расскажешь? Я в Телеграме, я не помню. Короче, какая-то девочка московская продала. Думала, какой-то телке украшение на уши за 50 баксов. Оказалось, что это Граймс. И она в них вышла на Мэтгал и ее, собственно, все разрывают. Она подняла уже в два раза. Теперь они стоят 95, и она боится теперь, что она будет делать только их. Не бойся, делай, по сотке продавай. Но это, конечно, удивительно. И на самом деле это так круто, что такие большие люди, такие богатые люди, такие обеспеченные люди в своей команде имеют таких специалистов, которые ресерчат что-то необычное. В целом, мне кажется, что она купила это, возможно, даже сама. Это прикольно. И сейчас наряд обсудим. Вот его открываю. А это Iris Van Happen? Да. Мне кажется, что это хорошо. И не уверен, что я прям видел себе Iris Van Happen на этом мероприятии. Но из-за того, что Граймс здесь с этим мечом, верная немножко отсылка к статуе Свободы, современное ее прочтение. А многие, кстати, в итоге сравнивали этот лук Граймса с родиной матерью. Прикинь. Там есть фото похожее, вот как раз из видео. Прикол в меча. Самый главный. Потому что меч сделала компания, которая лила нас иксу, сделала скандальные кроссовки с человечьей кровью. Да ладно? И это, на самом деле, очень круто, потому что меч здесь, главный герой, он сделан из переплавленного оружия. И вот это, на самом деле, крутое заявление. Да, это крутое заявление, Гош, но при этом тоже, знаешь, такая политика двойных стандартов. Я переплавил оружие и сделала из него оружие. Ну, Гош. Меч это не... Ну, здравствуйте, тебя с мечом не пустят в самолет. Это тоже оружие, это холодное оружие. Окей, но все равно это вроде бы серьезное заявление, но при этом она не маску себе на лицо из этого сделала, не кафы себе заказала из оружия, не корсет для платья сделала. Она пришла вместо одного оружия с другим оружием. Но, с другой стороны, и кроссовки с кровью, это тоже не самое главное. А, мы сейчас их и не обсуждали, конечно. Больше всего в этом меня бесит книжка. Я тебе честно могу сказать. Прикол, что книжка, на самом деле, продается в любом магазине сувениров любого американского музея. Это светильник, сука, за 90 баксов. А, она вот так открывала, точно. У меня даже такой есть дома, кстати. Вот, типа, это такая пылесборник. Ты к ней этим пользовался? Нет, один раз включил, убрал в пыль. И она взяла это как концепт. Ну, типа, ребят, они, наверное, тоже будут солдат, но это чушь такая собачья вообще. Но на видео выглядит это прикольно. Она его открывает, и ей светится на лицо. 90 долларов продается в своем нервном магазине. Так она вообще, смотри, кайфово поступила. Меч ей сделали, не платила. Купила кафе за 50 баксов, купила книжку за 90 долларов. И платье дали тоже поносить. Но в целом, на самом деле, лук, правда, прикольный. Мне нравятся волосы, мне нравится вот этот жгут из волос, который каким-то образом плетен. Я хочу обратить внимание, единственное классное, что в этой фотографии человек, которого я не знаю, кто это, на заднем фоне. Посмотри, вот это в короне. И на попе у него так натянувшийся еще пиджачочек. Давай продолжим? Давай. Кая Гербер. Кая Гербер. Прикол. Она пришла, и они в полной уверенности, и дизайнеры модного дома считали, что это референс на платье, в котором появилась дважды Бьянка Джаггер. И это платье, и Кая это говорила в интервью, Халстон. Потому что, но, как выяснилось, это потом, что это не Халстон был на Бьянке Джаггер. Просто он был рядом на фотографии, и все подумали, что это Халстон. А на самом деле, это Диор. И по факту они пытались сделать отсылку к американскому дизайнеру, который был, на самом деле, неамериканский. Блин, ребят, вы что, поресерчить не могли? Да, и это, конечно же, забавно. При том, что она в официальном пиар-интервью на красном ковре всем говорила, что это отсылка Халстон, хотя по факту это Диор. Ну и... Нравится ли тебе образ? Гош, я здесь скажу сейчас то же самое, что мы сказали про Билли Айлиш. Кая Гербер 20 лет. Она выглядит здесь как взрослая, видавшая виды актриса. С другой стороны, Кая Гербер, ну такая красивая. Это ее первый Мэтт, во-первых. Да, и единственное, что... Мне понравился референс. Пришла бы голая. Да, и до этого мы видели ее маму постоянно, и один из важных моментов для меня Америка очень сильно ассоциируется с супермоделями, потому что там культ. Так она могла бы как раз-таки взять лук, даже своей мамой его повторить, или прийти за косплей друг друга и прийти в одинаковых луках. Прикольно. Единственное, что мне нравится, это вот эта часть. Она сделана великолепно. Очень красиво. Платье очень скромное, но при этом это так сексуально и несексуально одновременно, поэтому это крутая фишка. Америка, лето, ну да, окей, Голливуд, супер. Давай дальше. Иман. Ну это, блин, я не знаю, все обсуждали, говорили, иман, бомба, супер, жир, нереально. Что за говно? Во-первых, несколько приколов про это платье. Ты подготовился к съемке, скажи честно? Я смотрел все про Матгала. В отличие от меня, вы сейчас видите разницу. Нет, я просто посмотрел все видео про это. Я понял, все зарисовки, которые снимаются. На самом деле, давай даже об этом скажем, что Vogue на Матгала делают очень крутые зарисовки на основных звезд. Причем снимаются они, видимо, супер быстро, потому что никого там нет времени. Но так классно это в итоге смонтировано и сделано, что очень рекомендуем подписаться на их инстаграм. Это в рил все выложено. И на ютубе все есть полные... Я посмотрел, короче, их ютуб, посмотрел интервью со всеми звездами, и я посмотрел то, как делались многие платья. И вот я посмотрел очень интересный ролик, там показаны все этапы процесса. Что плохого? Во-первых, кроме иман, который супермодель, который больше 40 лет работает моделью, прикинь. Дизайнер-британец. Это сделано с поддержкой Дольче Габбана. К чему вообще? Не понятно это здесь. И я не очень понимаю, в чем здесь Америка глобально, да? Это еще плюсы этого платья, что это круто, это интересный концепт. Не могу сказать, что это стильно. И еще мне понравилось, что это брюки на самом деле внутри. Все. Ну, мне вообще это не нравится. Это похоже на какой-то прям супер-супер-супер костюм для сцены. Опять-таки, почему-то я здесь вижу драг-эстетику и вижу вот в этом какую-нибудь конкурсантку RuPaul Драгрейс на сцене. И все там визят. Она потом еще снимает юбку, делает рувил и убирает эту шляпу. И волосы у него распускаются. И в этом целый экшен. Но мне кажется, что это немножко тейстлесс. Напишитесь на YouTube-канал Американского Вога. Посмотрите вот эти самые увлекательные ролики. Действительно погрузитесь в эту крутейшую атмосферу. И поймете, что за одним, казалось бы, окей, платьем, которое мы сейчас тут обсуждаем, оно нам не нравится, стоит колоссальный труд огромного количества людей. Давай Дэби Харри обсудим. Вот, пожалуйста, американский флаг. По-моему, Зак Позен был. Да, абсолютно верно. Тут смотри, тут все. Тут Деним, это американская мода. Тут американский флаг, эти полосы. Здесь Мерлин Монро немножко, вот эта укладка. Но это прям говно. Я очень за то, что на красном ковре Дэби Харри, потому что это культовая панкуха, которая супер про Америку. И мне кажется, ей нужно было культивировать саму себя. Потому что это все, что носила раньше Дэби Харри, это классическая ботега сейчас, нынешняя. А что вот это за бабка на чайнике опять? Америка есть. Америка есть. Дресс-коду соответственно. Но с другой стороны в Америке и вкуста особо нет. Понимаешь? Давай дальше. Гупи Голдберг. Пля, пиздец. Нахуй, блядь. Просто пиздец. Я вам сейчас могу сказать, я когда это увидел, я просто охуел. Гупи Голдберг, добрый вечер, что вы делаете на Мадгала? Второй момент. Питер Пилоте, или как там его зовут? Пьер Пауло Печоли. А Питер Пилоте это кто? Это другой дизайнер. What the fuck? Ну типа... Валентина, дизайнер Валентина. Валентина Ивановна. Это реально трешечина. Ну как бы... Это жуть. Это жестоко все, кроме обуви на самом человеке. Пьер Пауло Печоли, повтори. Пьер Пауло Печоли. Пи-пи-пи. Значит, Пи-пи-пи выглядит лучше, а она просто... Здрав, тунчак. Меня бесит здесь все. Меня бесит, что платье мятое, как из жопы. Они ехали в этой маленькой машине. Есть какое-то фото, с ним еще одна актриса ехала. Проходит. Все мятое, нерасправленное. Вот это бомжиха, заблудившаяся в 100%. Ну то есть, это до такой степени ужасно, безвкусно, отвратительно, мерзко. Сочетание цветов? Супер. Что здесь американского? Окей, драй. Непонятно. Да, еще это Валентина. Причем здесь Америка. Все к чему вообще. Ирина Шейк и Джереми Скотт. Я не посмотрел единственный ролик, который я на Воге не посмотрел про это платье. Ничего про него не знаю. Мне понравилась прическа у Ирины. Она в парике, по-моему. Мне не нравится. И я, наверное, ничего не хочу. Ну это скорее какая, причем Америка. А если это отсылка к Барби? Вот почему бы она в парике не пришла тогда? А почему она не взяла коллекцию Москина Барби? Так вот Москина и сделали это платье. Потому что это платье оттуда. Да, помню, конечно. Я не знаю. И самое чудное, знаешь, что здесь еще? Что дизайнер одет креативнее, чем модель. Это тоже самое хотел сказать. Это тоже так странно. Ирина Шейк с дизайнером Москина, Джереми Скоттом. Ирина Шейк в неком банальном достаточно прозрачном платье в каких-то неуклюжих цветах. Но Джереми Скотт в бриллиантах, в каком-то смокинге с длинным розовым шлейфом. И он как будто бы звезда, а Ирина мимо пробегала, несла канапе, которые, кстати, нам от гала запрещены. С другой стороны, ждем ли мы от Ирины Шейк вау выхода? Да нет, конечно. Нет, никогда не ждем. Мне понравился той эксперимент с прической, поэтому в целом почему она выбрала Москина не ясно. Мне вообще не ясно присутствие Ирины Шейк такое масштабное в светских хрониках, потому что для меня она с точки зрения стиля пустая. То есть это либо трансляция дизайнеров друзей, когда она носит Бёрбери, потому что контракт с Бёрбери она дружит с Рикардо Тиши, или она носит еще какой-то другой бренд, с которым она коллаборирует каким-то образом. Но для меня она не девушка со стилем, который хочется цитировать. То есть это просто набор клише. Она одна из редких звезд, которая живет в Нью-Йорке. Ну супер, поздравляю. Поэтому она не так далеко пришла в гости туда. Ааа. Что здесь американского? Американский дизайнер. Ааа, ну хотя бы здесь. Значит, Ирина Шейк, ахуя на баба. Во! Следующий лок. Подожди, сядь нормально. А что, не нормально? Подожди, сейчас я хочу кое-что найти. Кого? Видел со мной какое-то? Нет, нет. Да, видел с тобой на Матгал. Друзья, подписывайтесь на нас срочно. Только попробуйте отжать лайк. Если вы отожмете лайк, я приеду к вам домой. И такую вам Ким Кардашьян. Донду там устрою. Донду, донду, донду. Ой, вот этих хочу обсудить. Гош, мы сейчас с тобой обсудим людей инкогнито. Это Ким Кардашьян и Демна Гвасаля. Но это мы уже сейчас знаем, что это Ким Кардашьян и Демна Гвасаля. Потому что вокруг этого выхода много было сплетен и много всяких рассуждений. Потому что все телеграм-каналы, как только Матгаллан начался, писали, что Ким вышла с Канье. Это неоспоримые факты. Ким стоит с Канье на красной ковровой дорожке. Я был тоже уверен. Вот. Я тоже был уверен. Даже с Шума спорили. Я говорил, да это не Демна, это Канье 100%. В итоге Ким отметила Каню у себя в Инстаграм, все рассказала. И ты знаешь такую деятельницу английской драгоэстетики Алекси Стоун? Да. Которая лица себе меняет. Лица меняет. И прикол был в том, что Алекси Стоун сейчас у себя в Инстаграм до Матгалла анонсировала, что будет какой-то у нее новый Рувил. Она готовит какой-то проект. А-а-а. И все были уверены, что это Алекси Стоун. И после Матгалла Алекси Стоун выкладывала у себя стори, что типа через полчаса я вам расскажу о Рувиле. И все, я тоже был уверен, что это Алекси Стоун вышел на ковровую дорожку вместо Ким. И мне кажется, это было бы офигенно. Это было бы как раз про то, что вы все ха-ха-ха меня по моей заднице узнали, и я могу закрыть лицо, и вы думаете, что это я. А на самом деле это не я. И чтобы Ким появилась только на автопате. При этом на автопате она была в похожем наряде, но не в этом. Потому что этот шит из футболки, это наряд из ткани для тишоток, и она об этом собственно сказала. Она была в таком блестящем уже костюме на автопате. И я реально до последнего надеялся, что будет какая-то бомба, что это была не она, и что они всех типа обвели вокруг пальца. И пошла на Мэтгалла не Ким, но в итоге это была Ким. Это было бы смешно. Да, это было бы реально смешно. Это была Ким, это был Дэмна Гвасалия. И концепцию, я теперь хотя бы что-то знаю, она сказала, что может быть более американским, чем футболка. И весь наряд ее и Дэмны изготовлен из футболочной ткани. Вот как мы сейчас с тобой, мы тоже, кстати, на Мэтгалла могли бы с тобой сейчас отправиться. Так я специально так и нарядился. Как тебе? Потому что это спорно, и мне интересно, что ты думаешь. Я из тех людей, которые были уверены, что это Кань. Я придумал, как Кань после Донды похудел. И меня ничего не сметило, что он выше как бы. Я думаю, классно, в тапках опять классический Кань. Круто, что Дэмна появился на Мэтг. Я никогда в этом не видел. Я в полном восторге. Просто сделала всех. Потому что, во-первых, гениально выйти, чтобы тебя все узнали по силуэту. И сделать и бросить вызов, что вы так обсуждаете мою внешность инкогнито. Только она, только сейчас. Конфетка. Боленце здесь суперуместно. И знаешь, что мне еще понравилось? Пример пока не про это приведу. Жак Мюс и его показ в лавандовом поле. Но как бы круче, чем это, он уже не сделал. Был показ в ржаном поле. Был сейчас показ просто на каком-то голубом фоне. По зеленым буграм они ходили. И тут есть предыдущий выход Ким в Мюглере. И мы делали обзор Мэтт Галла тогда. И я думал, боже, что она сделает? Проще было не появляться реально. Проще было пропустить. И сейчас это для меня, это не хуже, чем Мюглер. Сто процентов. Это не хуже, чем Мюглер. Это по-разному. Вот я сейчас в мурашках. Это просто о том, когда ты задаешь планку. И следующий твой выход еще круче. И здесь явно это не просто так. Это не пробегали мимо какого-то шоурума. Ладно, налезет. Давайте там, я Ким. Я в этом выйду. И все и так там описываются от восторга. И так, возможно, и было бы. Это просто супер топ. Это очень тонко. Это круто. Это муа. И вообще все, что происходит с Ким, это то, о чем мне кажется, не знаю, в учебниках когда-то напишут. Как из соски, ну реально, ну Гош. Из соски. Ну просто как из абсолютно попсового персонажа. Такого еще с таким гниловатым прошлым превратиться просто в королеву всего. То есть Ким сейчас это топ. При этом она нихрена не делает, кроме своих трусов, носков и инстаграма. Кометики, парфюма, игры. Но я имею в виду, что она не делает ничего такого масштабного, типа кино. Талантов нету. Да. То есть у нее как будто бы нет таланта. И при этом талант ее это просто быть Ким. Она офигенная просто. Что ты еще хотел сказать? Ким, Ким, Ким. Ким, Ким. Ким Чен Ир. Ким Чен Ир. Вы смотрите Рогов Лайф. Это обсуждение звездных луков. В гостях у меня Гоша Карцев. Мы продолжаем. И давай сейчас-ка с тобой, Гошенька, мой милый человечек, обсудим певицу Лорд. Если ты хочешь. Лорд? Это Санина Ванючая. Отвратительная детская, блять, зарисовка на моду. Знаешь, просто все, что дома валялось, то и пришили на платье. Кто дизайнер этого говна? Я не знаю дизайнера этого образа. Мне кажется почему-то, что это какая-то отсылка к индейцам. Но тут вопрос, не обвинят ли или не обвинили ли уже певицу Лорд в культурной апроприации, что очень любят делать в Америке. Либо она является представительницей какого-нибудь индейского племени. Забавные тапки, они меня даже не бесят, потому что в этом есть что-то… Индейское. Зероу какое-то в этом есть. Возможно, это и есть Зероу. Да. Это американский бренд, кстати. Американский бренд. Ну а давай тогда Карл Дельвинь обсудим. Вот она здесь в образе мокрой мыши. И у нее заявление на этом жилете. И, кстати, она одета в Кристиан Диор. Или Диор, как правильно сейчас бренд называется? Кристиан Диор – это великолепный в кавычках «Марии Граци и Кьюри», которая совершенно мне не импонирует как дизайнер. Карл Дельвинь, мокрая мышь, надписи «Pack the patriarchy». Что это значит? Интересный факт. Его Диор даже себе в Инстаграм не выложил. Да ладно? Я специально проверял. Прикол в этой надписи. И это такая вот типа «трахните патриархов». Но вот, мне кажется, это смешно. То есть, Карл Дельвинь пришла к Марии Граци и Кьюри, говорит «hello, my darling, I need this special white thing». То есть, они сделали, понимали, что это как бы надпись «та» еще. Либо Мария Граци и Кьюри не очень хорошо говорит на этом языке. Она же итальянка все-таки. На языке секса. На языке секса, да. Судя по коррекциям, да, кстати. Понимаешь? То есть, они это сделали, знали, что оно так пойдет. Они это все утвердили, все это произвели, потому что нарисовала она сама помадой, пока ехала туда. Да. А потом постеснялись и сказали, что мы к этому не имеем никакого отношения. Молодцы, Диор. Тебе нравится это? Мне, честно, не очень Кара сама нравится. Поэтому, наверное, мне не очень. Посмотрите видео про то, как ее готовят. Она супер дерганая, она дикая панкуха. Ее красит просто в бедный визажист от Диор. Она просто так вот себя ведет. То есть, она прям рок-стар. Гошенька, что ты думаешь? Почему я тебе все время предлагаю обсудить? Предлагаю обсудить-то мне. Слушай, что ты думаешь по поводу образа Джиджи Хадиди? Я считаю, что она хороша. Наверное, здесь у нас отсылка к эре Голливуда. Высокие перчатки, но при этом кожаные. И наряд, насколько я знаю, от Прада. И сидит прекрасно. Этот корсет черный, который выглядывает из-под белого платья. Мне кажется, что это красиво. Вау – нет. Айконик – нет. Ну, красиво. Джиджи, по-моему, вообще Вау ни разу не наряжалась. Она была когда-то с Зейном Маликом, когда они оделись в рыцарей на одном из Мэтт Галла? Ну, тоже не то, чтобы прям вау. Мне нравится, потому что это Прада. Я так скажу. И вдохновение здесь было… или вдохновение? Референс основной. Основной референс здесь был минимализм 90-х Америки. Но один из основных деятелей минимализма в Америке была Прада. Потому что она тогда и стала, собственно, популярна в Америке. Что к чему, не понятно. Ну, как бы, окей, для Прады интересно. Для айконик – не могу сказать. А почему у меня джинсы закатались, ты не поправляешь? А вы точно стилист? Ой, я здесь при чем? А кто стилист на площадке? Ты сидишь, мне тут ногами перед носом машешь. Какими ногами? Я тебе еще должен штаны поправлять. Давай продолжим. Ой, пожалуйста, давай продолжим, потому что это мой очередной фаворит. Это Трой Сиван. Давай обсудим Трой Сивана. Что ты думаешь по поводу обуви, Сашенька? Я обожаю Трой Сивана. И еще, конечно, мне безумно льстит, что он в обуви Рик Оуэнс, которые есть в моей коллекции. Я неоднократно уже их выгулял даже до ума отдала. У тебя одна пара? Да, у меня одна пара. Хочу еще несколько. Завидую тебе жестко. Они офигенские. И мне супер все это нравится. Мне нравится, что это американский дизайнер, что это Рик Оуэнс, что это минимализм. Я так понимаю, что Трой Сиван в принципе в какую-то минималистичную такую фэшн-волну сейчас вступил. И его это очень сильно заводит, наверное. Я хотел тоже в эту волну вступить. Да, вступай. Но ты вот сейчас на минимализме, просто в черном. И с сережками цыганскими. Я вот в этом образе, я очень долго думал, мне интересное мнение по поводу вот этого на руке у него, на бицепсе. Что ты думаешь? Мне кажется, что они пытались вот этот стилистический приемчик использовать вот здесь такой рок-н-ролл и немножко сюда тоже нужно было, потому что иначе было простовато и слишком грузно снизу. Может быть. Я понимал, что это добавляет какой-то изюминке, но я не понял, что такое исполнение. То есть у меня к нему больше всего вопросов, но я не знаю, как я к нему отношусь. А мне как-то нравится. Вот мне прям нравится, что здесь этот браслет на руке не в попад. Мне очень интересно, что вы считаете в комментариях по поводу этого образа, потому что я уверен, что нас никто не понимает со своим. Да. И давайте сразу договоримся. Это наше с Гошей личное мнение. Если вы с ним не согласны, вы имеете право с нами не соглашаться, комментируйте это видео, высказывайте свое мнение. Мы все комментарии читаем, а первый день после публикации ролика я даже лично все комментарии проверяю и ставлю лайки особо понравившимся, а некоторые даже комментирую в ответ. И мы никого не хотим из звезд американских обидеть. Если вы смотрите это видео, Тройси Ивановны там всякие, не обращайте внимания, ничего личного. Да, вообще ничего личного, только неприличное. Ким Петрос в наряде лошади с жирной жопкой. Что ты думаешь? Мне веселится, что это на самом деле боди, у которого такие два ножопника. То есть мне нравится, что это такое, типа конструкция Мари Антуанетта ебанулась на Олимпийские игры. Классно, вообще референс супер, вот просто идеально соответствует запросу. Она остановила, как ты думаешь, этого коня на скаку? Я знаю, что она была еще с подругой, она была в похожем наряде, их там было двое. Да, мне почему-то кажется, что это прикольнее смотрелось бы на какой-то музыкальной премии. Да, я согласен, но ее туда не зовут. Да, ее туда не зовут, поэтому, ну знаешь, зато на Мэтт Галла позвали. А кто такая Ким Петрос вообще? Это транссексуал, это бывший мальчик, который поет. На самом деле очень хорошо, смешная, да. Ну, не знаю, отсылка к Техасу, отсылка к коням. Я и хуй знаю, какая отсылка, какая отсылка у всех остальных, кто ебанулись все на этом Мэтт Галла, блять, лошадь нацепила на себя. Но я хочу обратить вам внимание, что лошади тоже челочка. Да, я посмотрел, что на самом деле у них одинаковые прически. Ну, поржали и хватит. Бош, я знаю, что тебе нравится Вёрджил Абло, вот ты, пожалуйста, и скажи, что ты думаешь про его наряд. Что здесь американского? Он. Вёрджил американец. Всё, что ещё надо. Я, кстати, не подумал. Что я могу вам сказать? Во-первых, человек на заднем плане в жёлтом выглядит поинтереснее. Юбки эти уже были в какой-то другой... Мне кажется, это не свежая коллекция. Это коллекция, которая, наверное, сезона 3. Да. Она была посвящена Майклу Джексону, и потом случился фильм «Покидая Неверленд», и они не хотели ассоциироваться с Майклом Джексоном, и часть вещей убрали даже с сайта. Ты бы хотел в Неверленд попасть? В детском возрасте. Ты бы по-другому не попал. Это, короче, кастомная надпись. Зачем это сделано? У меня вопрос... Там модернизм написано. Модернизм? Твохуизм. У меня вопрос, знаете, какой? Мэтт Галла. Америка. Вёрджил Абла. Где этот ёбаный лук с Нью-Йорком? Дом. Кстати. Это самая очевидная вещь. Может быть, он посчитал, что оно слишком растиражировано уже, и много в каких журналах появились картинки. Да, я не видел ни одной съёмки. Я ни журнал не читал. Меган Фокс. Вот теперь обсуждаю. Ещё один вариант на платформе и высоком каблуке. Опять. Это объяснение её. Какая привязка. Она очень любит Готику и всё, что она самим кажется. Ну, чёлка же прицепная. Ладно бы она её постригла и сказала бы, ребята, я ради Мэтт Галла отрезала чёлку. Да посмотрите, какая королева. Чёлка даже другого цвета. Ну, как бы она просто. Говно. Хорошо, что пришла. Так, Сиара. Сиара. Так, Гош, смотри, я не знаю ничего про наряд Сиары, но постараюсь разгадать, а ты мне скажи, прав я или нет. Я думаю, что здесь идёт заигрывание с темой американского футбола, потому что в руках у Сиары мяч, повторяющий форму и дизайн мяча для игры в американский футбол. Это форма футболиста. Широкие плечи, потому что там тоже у них такие наплечники. И, наверное, это про это. Это часть американской культуры. А вот это часть американской культуры? Часть американской культуры потеть. Да, кстати. Потому что ты в sweat shirt. Sweat shirt. Её муж очень известный футболист американский, всё верно. Это его номер, и поэтому она пришла таким образом поддержать своего мужа. И крутость не только в клатче, которую я не сразу заметил, что мне кажется очень интересно, ещё в том, что она в кольце мужа, который вручает после того, когда ты выигрываешь супербол с другой стороны. Это классно. А его можно давать поносить кому-то? Ну, это только женя. Это вообще типа считается супер ювелирка, невероятная, которую должен получить любой спортсмен. Это как типа, когда дают кубок, каждому выдают перст. Ну или что-то такое там. Ну, ты знаешь, возможно, наряд банальный, но здесь хотя бы история есть, личность. И Америка тут есть. Америка, отсылка. Американский футбол. Вот, персонифицирован. Никто, кроме неё, кстати, американский футбол не цитировал. Мне кажется, что это не супер вау, но это мило, симпатично и очень в тему. Американский футбол где? Где американская школа? Где вся вот эта эстетика? Где все эти чирлидеры? Где Hit Me Baby One One Time? Нигде. В прошлом. Фу, давай, Дженнифер, ну пособсудим, это жуть. Пиздец. Я считаю, что это просто ад. Это просто говнище. Это говнище на максималку, друзья. Это просто отстой. Тут все сошли с ума, все ослепли. У меня еще вопрос, в натуральном ли она меху? Нет. Не натуральный. Это тоже первый вопрос, который возник. Ну конечно. Давай так, это трэш, но если мы сейчас опять-таки вспомним, что это цитирование каких-то периодов американской культуры, то так многие звезды выглядели в нулевых. Заниженная талия, это пояс на бедрах, открытая нога, это отсылка к ее платью Versace, когда было полностью открыто тело. Здесь и шляпа ковбойская. Просто здесь очень много референсов. Здесь и нулевые, здесь и ковбой, здесь и Техас, здесь и мех, здесь все. Здесь очень много говна в этом образе. Еще денимы здесь не хватает. Да, да, да. Окей, я так хотел вот этих вот ковбоев, что-то такое. Мне было очень интересно посмотреть, как это все интерпретировать. Ну это сака. Да, то есть здесь есть и… Был такой фильм тупой про Дэнди, охотник на крокодилов. Ну то есть вот это вот… Да, Индиана Джонс какой-то. Мне кажется, это классный наряд, если грубые ботинки надеть, поехать на Burning Man. Вот. Я хотел себе сказать, что это Burning Man. Zoe Kravitz. Это Сен-Лоран, по-моему. И это прикольно, но это неинтересно. И мне особенно, Гош, здесь нравится, что здесь еще и трусики и стразов, они просто телесные. Зачем красный лак? Так скучно. А мне нравится, что они какие-то обгрызанные ногти, еще и с каким-то ободранным красным лаком. Нет? Ну, давай красиво. Она рок-н-ролльщица. Мне она очень нравится. И на самом деле у меня сегодня, знаешь, есть наряды-фавориты. Одни либо это провокация и заигрывание с какой-то такой специфической темой, типа Ким, или мне нравится Тройси Ван, либо мне нравится красивое. И вот это для меня красиво. Пусть это и голое прозрачное платье, но это прокрасивое. У меня будут сегодня фавориты либо красивое, со вкусом, стильно и тонко, либо трешачок, но правильный. А я красивая или трешачок, но правильный? Ты трешачок, но правильный. Ну, Зоя Крайс и Зоя Крайс. Типа, окей, Америка где? Только Зоя сама. Америка, Зоя сама. А где мужик ее новый? А он, кстати, был. Ченнинг Татум. И есть очень смешная фотка. Они стоят на автопате, она в этом платье. Ченнинг Татум просто в смокинге, но он был просто одет. Я думаю, что он не стал специально с ней здесь становиться, чтобы не отвлекать внимание. И он в руках ее сумочку маленькую держит. Лох. Это так мило. Хав. 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 Хантер Шафтер. Хавтер Партер. Хантер Шафтер. Хавтер Партер. Говнище. Так, люблю Хантер. Что случилось? Вообще Ло Ротч, который стилист, вот там ряда людей, мне кажется, что ему нужно чуть-чуть выдохнуть. Он что-то перестарался. Нет, отстой. Это просто фольга, которой обмотали бедра, вообще не сажали по фигуре. Ну это правда, да. Здесь просто вырезали какой-то кусок, на черные ленты повесили, белые линзы вставили и сюда на лицо какую-то нашлепку прикрыли. Себе ударило. Не надо, не бей себя. Это Хантер. Мне тоже очень нравится Хантер Шафтер. А что за обувь? Это подкрадули. Подкрадули. Ну да, да. Согласен. Слушай, ну концепт мне нравится. Мне нравится. Гош, ну в чем концепт? Ну у нее ноготочки там такие. Ну классно. Вот она поэтому так и стоит. Потому что единственное, что она может показать, это ноготочки. А у Lil Nas X было написано Versace. А, да? Ого. 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 Но я могу сказать, что это на фото такое обувно. Она в жизни чуть получше. Чуть получше, чем это? Чуть получше, чем это. Ну короче, ну… Это отстой. Ну она с Prado работает, Prado в принципе… А это Prado? Да. Это похоже очень сильно на Prado. Вот типа это реально Prado. Я вижу здесь ДНК вот этой вот ебанутости, которую Prado периодически делает. Поэтому в целом, мне кажется, что здесь вот эта херня лишняя. Я считаю, что это плохо. Это плохо сидит, это некрасиво, это не работает в кадре. Окей, окей. Но если мы поставим Дженнифер Лопес и Хантер, ну как бы извините… Обе в одном. Ну ладно. Нет, для меня это одно и то же. Ну хорошо. Давай дальше. Ну и вау. Риана и Асап Рокки. Что думаешь? Я считаю, что это иконическая пара. По-моему, это их первый выход совместный, да? Я считаю, что Риана офигенно выглядит. Это тоже небольшое такое цитирование американской моды, потому что она как будто бы в пуховике или в куртке. При этом это кутюр баленсиага. Что может быть более нью-йоркским, чем надеть брюлики, а на брюлики еще какую-то потрепанную вязаную шапку типа моей. Это супер. И мне нравится, что Асап Рокки в этом пледе – это, по-моему, какой-то молодой американский бренд. Как называется? Эрл. 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 Но он потом, правда, его скинул, и на видео, к сожалению, он уже без этого кейпа. Мне нравится. Я считаю, что это вообще суперкруто, это классно. Может быть, Риана не перещеголяла какие-то свои предыдущие выходы, но здесь и скромно, и тонко, и брюлики блестят. Риана выглядит роскошно. Мне просто очень понравилась коллекция «Кутюрная Баленция», и мне понравилось, как она работает с украшениями здесь, потому что это, правда, очень по-уличному, очень по… Бэрис Кит Стайл. Да. И они как будто оба с карантина встали в пледе и пошли. Это забавно. Эрл – суперкрутой молодой бренд. Этот чувак, на самом деле, креативный директор, очень часто работающий с Каней. Он снимал клип «Фейт», например. Ты смотрел где-то Энна Тейлора «Секси-танцор» Майловс. А, да. Вот, например. Он недавно запустил бренд, мне он очень нравится. И в нем гоняет Джастин Бибер постоянно, потому что он в тусовке в Лос-Анджелесской. И это молодой бренд, который тут же попал в музей, его весь взяли. Вау. Да, и я в полном восторге от его костюма, который прячется там, и как он круто работает с украшениями. Я так с украшерами работать не могу. Он весь завешан внутри брюликами, и это так стильно, сука. Я очень хочу, вот столько брюликов, и я очень хочу научиться их носить как Асапы. Я бы хотел научиться их покупать сначала. Как Асапы. У него здесь цацки, здесь огромная брошь, тут. И это так стильно на них выглядит. Кортье, Булгари. Пожалуйста, ну давайте работать вместе. Будете давать нам брюлики. Вот прикинь, вот будем записывать следующий обзор. Прямо бы в брюликах реальных сидели, а там бы вот пять охранников. Короче, Асап, ну они просто классные. Ну типа это круто выглядит. Боленцы молодцы, реально. В этом сезоне прям… Да, очень, очень. Кендал Дженнер. Трусы под платьем. Что это за трусы? Ну там боди. Нету там боди. Нету там боди. Нет, смотри, это корсетное боди. Видишь, вот корсет. И тут пошли трусики. Просто они видны. Прикол. Это цитата моей fair lady Эдри Хавберн. Я не помню. Как по-русски не знаю. Я тебе говорю, что это типа они вдохновлялись. Но наряд этот делал как будто бы живанши. И это очень такая… Ну и то не факт, что он его делал. Это, короче, очень интересная игра. Но по факту, что я недавно понял, что… Мэтью Уильямс, который пришел туда, креативный директор, он цитирует не старую живанши, которую делал Юбер еще, а он цитирует Маквина и Рикардо. Это правда. И это по факту очень сильно похоже на платье, по-моему, живанши, которое было голое у Бьонс. Угу. То есть это типа в принципе как будто в современной идентике бренда. Красиво? Очень. Ошейник? Не уверен. Но Америка здесь какая? Никакая. Я считаю, что это так красиво. Да. И сейчас все девочки просто сикнули. И когда увидели Кэндалл в этом образе, все сикнули. Я считаю, что это супер красиво. Это великолепное платье. Конечно, она не уделала Ким в платье Мюглера. Это про другое. Но для меня это правда очень красиво. Кэндалл потрясающе выглядит. Она очень красивая. Она отработала это платье. Она красиво себя в нем чувствует. Но я видел, что на ней за обувь. И это пипец. Что там? На ней дебильные совершенно босоножки. Современные. Знаешь, на таких тонких ремешках а-ля The Row. То есть почему к этому платью в стразах расшитому. Я думаю, подгоняли обувь по длину. Нет, вот ты видишь какие они просто дебильные. Там есть видео и фото. Просто дурацкие туфли совершенно. Поэтому за туфли ставлю минус. И для меня сейчас идет борьба в моей голове между Кэндалл и Зоуей. И вот сейчас мы с тобой обсудили ее. Наверное, все-таки Зоу и Кравец моднее выглядит. Это не очень современно. Да. Это красиво. Это то, что нравится многим. Это попсово. Это считываемо. И хочется восторгаться. Но вот Зоу и Кравец про фэшн, про стайл. И там был стилек. Потому что Зоуя такая немножко... И она рок-н-ролльщицей осталась. А здесь ну просто красиво. Наверное, это просто красиво. Да? Чего ты загрустил? Я еще хочу луков, чтобы мы обсудили, а их тут нет. Ого, что у нас время не резиновое. Быстро давай расскажем. Халли Бибер с Джастином. Что ты думаешь? Банально. Но при этом мне понравилось, что она пришла в черных очках. А ты знаешь, почему она в черных очках была? Потому что, когда они были на дорожке, фанаты Селены орали, что Хейли, сука, Селена, Селена, верни Селену. Там был пипец. Она начала плакать. Серьезно? И она взяла очки у своей ассистентки, их надела и всю дорожку она была в очках. Я думала, это так было. Прикинь. Она сняла их потом, она дорожки на интервью была без. Ну, значит, это было либо до, либо после. Но часть съемки, я видел видео. Прикол. То есть, прям есть видео, снимают фанаты через толпу и орут Селена, Селена. Она начинает плакать. Джастин поворачивается к ней и говорит, don't cry baby. И она берет у ассистентки очки и говорит, да я их надену. Какие мы такие люди злые, во-первых. А во-вторых, мне еще кажется, Джастин абьюзер. Ну что такое? Это бедная Хайли. Да странно, что он не может делать какого-то заявления нормального. Но с другой стороны, Гоша, ты же сам понимаешь, все шоу-бизнес. Вот они орут Селена, Селена. Это лишнее привлечение внимания. Их таблоиды постоянно о них пишут. Вот и все. Поэтому тут вопрос, может быть, им это самим и нравится. Они еще наняли этих людей, чтобы они орали Селена, а она специально поплакала. Лена, другой, у меня есть один фаворит на красном ковре, который здесь нет. Это Франк Оушен. А покажи. Франк Оушен пришел с роботом на красную ковровую дорожку. А, объясни, что это был за робот, почему он с ним был на ковровой дорожке? У него был, во-первых, Франк Оушен айконик. Ну как бы человек, который нигде, никуда не выходит. Он пришел с зелеными волосами, с зеленым роботом. Там очень много теорий заговора. Он полностью в Праде, он лицо Прады. У них коллаборация сейчас с Прадой. Он запустил свой явленный бренд. Да, это я знаю. И это как бы лицо явленного бренда, потому что у него какой-то там крест, который тут же есть на одежде. И дальше есть очень много версий того, что происходит. Потому что все говорят, что это дитя Шрека. Но это очень круто сделан технологический робот ребенка. А у него Шрек это DreamWorks. Короче, дорогие мои зрители, это был Rogue of Life. Это был потрясающий формат, в котором мы с Вошей обсуждаем звездные выходы. Сегодня мы обсуждали Мэтт Галла. Мне кажется, было классно, полезно, весело, прикольно, интересно. Подписывайтесь, комментируйте. И мы вас всех обожаем. Да, Гош? Очень сильно обожаем вас. Пока! Короче! Ну да, вот это, ты видел мем? Как человек, он нервничает, и фотограф начинает разбивать фотоаппарат. Ты видишь? Бедненький. Прикинь, какой стресс у человека. Ну вот. Ну, вообще классно было. Да, вообще супер. У тебя хорошотина. Там диван мне нравится, чендонный. Класс, пожалуйста. Хочу еще снимать. Если формат вам зашел, вы рады возвращению Гоши на Rogue of Life. Пишите. А если не рады, то пишите. Тоже пишите. Чем больше комментов, тем лучше. Что? Посмотрим еще раз. Гош, иди ты в жопу. Ну, пожалуйста. Ну, давай пошел. Я хочу шутеть. Пожалуйста. Знаете, друзья, еще были классные луки такие. А это теперь видео на мой канал. Продолжение на моем канале. Что?